Изолирующая полумаска Unix 2100 используется в качестве лицевой части фильтрующего респиратора Unix 2100, предназначенного для защиты органов дыхания от газа и парообразных вредных веществ и аэрозолей. Полумаска состоит из эластичного силиконового корпуса, защитного экрана с маркировкой товарного знака Unix, внутреннего каркаса с седловиной клапана выдоха и двумя седловинами клапана вдоха, наголовника с пряжками и эластичными тесьмами, шейных тесьм с двумя пряжками. На защитном экране прикреплен рычаг с эластичной тесьмой для быстрого снятия и надевания полумаски во время эксплуатации, не снимая другие средства индивидуальной защиты. Выходное отверстие на защитном экране направлено вниз. В подбородочной части корпуса имеется отверстие для удаления влаги. Полумаска используется с противогазовыми фильтрами Unix серии 500, с комбинированными фильтрами Unix 541, в том числе для защиты от ртути, противоаэрозольными фильтрами Unix 203 P3RD, противоаэрозольными фильтрами Unix 203 P3RD с дополнительной защитой от органических вредных газов и паров до одного ПДК, противоаэрозольными фильтрами Unix 303 P3RD закрытого типа для работы в условиях повышенной влажности. Для комбинированной защиты необходимо использовать противоаэрозольные фильтры, предфильтры Unix. С помощью специального держателя эти фильтры крепятся на противогазовых фильтрах. Перед эксплуатацией полумаску необходимо вынуть из коробки и проверить. Целостность корпуса, отсутствие проколов, разрывов. Подвижность рычага вверх-вниз. Важно, рычаг необходимо передвигать вверх и вниз, только в одной плоскости, не допуская перекосов. Целостность седловины клапана выдоха, для чего необходимо снять защитный экран с помощью нажатия на выступ с обозначением роста полумаски. Наличие и качество лепестков клапана вдоха и выдоха. Они не должны быть порваны, деформированы, загрязнены, а края лепестка клапана выдоха должны плотно прилегать к седловине. Состояние оголовья, целостность, наличие пряжек и шейных тесен с пряжками. В случае обнаружения дефектов необходимо заменить полумаску новой и вновь произвести проверку. Выбор роста полумаски. Алгоритм. Полумаска выпускается трёх ростов. Первый, второй, третий. Рост указан на наружной поверхности корпуса в носовой части полумаски. Выбор размера полумаски осуществляется непосредственной примеркой полумаски к лицу и считается правильно подобранным, если полумаска хорошо прилегает к лицу по всей полосе обтюрации. Проверка правильности выбора роста полумаски. Закройте руками отверстия в седловинах клапана вдоха. Сделайте 3-4 вдоха. Если дышать невозможно, то рост полумаски выбран правильно. Если воздух проходит под полумаску, то проведите дополнительную подгонку или проверьте маску другого роста. Правила надевания полумаски в комплекте с фильтрами. Присоедините фильтры. Для этого соедините три паза в основании фильтра с тремя выступами на боковых поверхностях корпуса полумаски. Проверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора. Переведите рычаг в крайнее нижнее положение. Возьмите двумя руками шейные тесьмы, застегните пряжки. Наденьте на голову оголовье, зафиксируйте. Подтяните тесьмы оголовья вперед. Подтяните шейные тесьмы. Убедитесь в том, что полумаска плотно прилегает к лицу как в состоянии покоя, так и при движении головой в стороны, вверх и вниз. Шейная тесьма обеспечивает возможность ношения снятой полумаски на шее пользователя. Эксплуатация полумаски в комплекте с фильтрами. Система крепления оголовья позволяет одним движением руки, используя рычаг, поднимая его плавно в одной плоскости без перекосов, быстро снять полумаску с лица, не снимая наголовника, находящегося под каской. А также быстро надеть, опуская рычаг плавно в одной плоскости без перекосов. В процессе эксплуатации полумаски в составе респиратора при первом появлении запаха вредного вещества в подмасочном пространстве или затруднении дыхания, необходимо немедленно выйти из загазованной зоны и заменить фильтры. После эксплуатации полумаски в комплекте с фильтрами. Отсоедините фильтры. Проведите гигиеническую чистку полумаски. Снимите защитный экран с оголовьем и шейными тесьмами. Отсоедините внутренний каркас. Промойте в тёплой воде с мылом детали полумаски. Ополосните в чистой воде и просушите при комнатной температуре. Соберите полумаску. При этом защитный экран должен защелкнуться при установке на внутренний каркас и занять ровное, без перекосов, положение. Полумаска Unix 2100 в составе респиратора Unix 2100 комплектуется сумкой для хранения и ношения с целью обеспечения защитных свойств изделия. Преимущества полумаски Unix 2100. Лёгкая, компактная, комфортная. Разборная конструкция. Удобство обслуживания полумаски. Оголовье с быстро затягивающимися пряжками. Быстрая подгонка на голове. Рычаг быстрого сброса. Возможность снять полумаску, не снимая каску. Совместимость с закрытыми очками, наушниками, каской и щитком сварщика. Быстрая и надёжная байонетная система крепления фильтров.